Привет-привет, мои любимые, дорогие зрители. Будем в этом видеоролике разбираться с мобилизацией. Всех эта тема сейчас очень волнует и интересует, потому что категории уменьшаются, сужаются, и, соответственно, все больше людей потенциально имеют возможность быть призваны в вооруженные силы Украины. Но в тот же момент, дорогие друзья, я и, конечно же, Владимир хотим пригласить вас в мой телеграм-канал. На моем телеграм-канале я и тоже Владимир делимся новостями, рассказываем то интересное, чего нету в Ютубе. Поэтому ссылочка на телеграм будет, как всегда, в описании. Переходите, друзья, подписывайтесь, Владимир рекомендует. Ну что, давайте будем разбираться, потому что, как я сказал, категории сужаются, и официальные, будем говорить, легальные возможности. У Зеленского ответили, увеличат ли количество военнообязанных для мобилизации. В Украине на данный момент каких-то необходимых предпосылок для увеличения количества военнообязанных для их мобилизации нет. Все происходит в том плановом режиме, как и происходило с первых дней войны, сказал Венеславский. То есть новость от 28.08.2023 года, как говорится, выдыхаем. Ничего вроде не предвещало беды. Мобилизация в Украине в Раде предложили отменить отсрочку для некоторых студентов. Студенты старше 30 лет могут злоупотреблять правилами, чтобы получить отсрочку от мобилизации во время войны. Новость от какого числа? От 30-го того же месяца. То есть через два дня немножко что-то случилось, что-то, наверное, произошло, и, соответственно, позиция Венеславского очень сильно изменилась. Также, что еще там пишут про тех же студентов. Всеобщая мобилизация в Украине хотят отменить отсрочку для некоторых студентов. В Украине предложили отменить отсрочку от мобилизации для отдельных категорий студентов. Это связано с злоупотреблением и правами на обучение в условиях военного положения. В Верховной Раде обратили внимание на то, что после начала полномасштабной войны в Украине резко увеличилось количество студентов в возрасте 30-35, которые выбрали обучение в дневной форме. Как известно, именно они дают возможность избежать призыва в армию. Так что, как вы видите, друзья, позиция начинает меняться. Чида цельность добутя другой высшей осветы для человеков, вы решили на Миносвете. Данилов. Прямая мова Данилова. Министерство осветы сейчас будет рассматривать эти вопросы, проводит ему анализ. Адже так сталося, что большинство человек с определенным жизненным опытом 40-50 лет решили отримать другую, третью освету. Кількость людей, которые хотят добиться осветы, увеличилась в разы. То есть, какой из этого всего можно сделать вывод? О том, что хотят взяться за тех людей, которые в возрасте. За тех студентов, которые уже с 30-40, а то и 50, и за 50, как говорит Данилов. Ну, его возраста, я думаю, это не касается. Ему уже, говорится, за 60 лет, по-моему, насколько я знаю. И, соответственно, кроме этого, есть еще критерии. Второе, третье образование тоже человеку не надо. Кроме того, естественно, есть вопросы по количеству этих образований. Сколько ты их получил? Ну, как говорится, то, что они все рассказывают. Соответственно, будет из этого все исходить. Кроме того, еще была раньше информация, что те, кто поступил во время войны, тоже на них это не будет распространяться. Только на тех людей, которые поступали еще до войны. Ну, понятно, друзья. Хочу всем объяснить и подчеркнуть, что Данилов, остальные там депутаты, еще кто-то, могут делать любые заявления на любую тему. Это их право. Но в тот же момент, пока Верховная Рада не приняла какие-то изменения к закону Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации, к 23 статье этого закона, говорить о чем-то таком, что прямо, говорит, что-то изменится, не приходится. Конечно, тут может быть такой вариант. Сейчас они уже пойдут по такой не очень красивой версии. Провели они все эти зачисления, люди поступили, заплатили денежки за контракт. Ведь дешевле заплатить за контракт, чем заплатить военкому, судя по тем суммам, когда их ловят на взятках. И люди пошли официальным путем. Если сейчас-то все попросту возьмут, раз, как говорится, отрубят и отменят, то, естественно, государство здесь поступает, ну, будем говорить, мягко говоря, не очень красиво. Потому что в начале войны дали такую возможность. В дальнейшем эту возможность забрали. То есть, как и было, я уже рассказывал не раз с теми людьми, у которых родственники инвалиды. Вначале дали эту возможность, потом эту возможность и забрали. Так что здесь может быть и так. Поэтому, друзья, мы в любом случае должны с вами следить за этим моментом, что там будет происходить вообще. Потому что пока каких-то законопроектов, повторюсь на эту тему, нет. Но мы будем это отслеживать и сообщать вам. Так что будьте готовы к тому, что что-то может измениться. В то же время, достаточно есть интересный законопроект. Украинских нардепов и чиновников могут мобилизовать и отправить на прону. В Раду внесли соответствующий законопроект. То есть, депутат Дубинский подал законопроект, согласно которого, если депутаты за него проголосуют, можно будет мобилизовать. И в тот же момент пошли такие достаточно интересные, забавные комментарии, например, от канала Insider.ua. Это говорят, что про властный телеграм-канал, потому что там очень много подписчиков. Что они пишут? Законопроект про мобилизацию депутатов. Полная дичь, популизм. Каждый должен заниматься своим делом. Дубинский, алкоголик, который пытается на этом попиариться. То есть, как мы видим, делали такой вывод, что студентов можно, а депутатов нельзя. Все должны быть на своем месте. Это какая-то такая очень интересная отмазка. То есть, если я работаю адвокатом, я говорю сотрудникам центра комплектования, я на своем месте, я уже на своем месте, я не пойду никуда. То есть, это вот так плюс-минус должно работать, судя по тем вбросам, которые делают в телеграм-каналы. А депутатов нельзя призывать, нельзя. Запомните это. Также, друзья, хочу буквально в конце чуть-чуть вспомнить, что у нас есть же такой Игорь Валерьевич Коломойский, достаточно богатый и обеспеченный человек. И к нему в очередной раз пришла служба безопасности Украины. Этот раз, как я понимаю, он решил их не пускать домой, вышел к ним там на крыльцо. Что-то там они ему зачитывали, связанное с какими-то подозрениями. Как вы считаете, дорогие друзья, есть ли такая вероятность, есть ли такая возможность, что Игоря Валерьевича Коломойского привлекут к уголовной ответственности? И были ли у нас случаи в Украине вообще за все время, я таких просто не помню, может кто-то помнит. Когда таких, будем говорить, супер богатых людей привлекали к ответственности? Вспомните, может я что-то не помню, но я лично об этом ничего никак не могу припомнить о таких замечательных случаях. Но подозрения ему вручили, какую-то там видимость, чего-то там, не знаю даже для кого, может для американцев создали. На этом, друзья, я и конечно же Владимир прощаемся с вами, желаем конечно всего самого наилучшего, мира и добра. Скорейшего завершения этой войны, чтобы вы все и ваши родные были живы. Самое главное. Я стала завидною нареченою. Кто-то мог подумать, что я колись вижу эти слова. А не так, я стала нею. И все чему? Бо я маю другую группу инвалидностей. Я маю маленький блог, который рассказывает про свою инвалидность. И за последний месяц мне регулярно приходят пропозиции щодо фиктивного слюга. Кто-то предлагает 1000 долларов, а кто-то предлагает 100 тысяч гривен. А я предлагаю всем пить нафиг. Реально, шановые ухерянцы, досить писать мне. Я не стану вашим счастливым квитком, чтобы завалить за кордон. Мне реально гидко читать эти поведомления. Поэтому, пожалуйста, перестаньте мне писать.